Итак, я приветствую всех, кто зашел именно на наш канал, чтобы посмотреть очередной обзор мобильной новинки. С вами Юля, и сегодня я буду говорить о компании Motorola, которая провела в Европе презентацию середняка Moto G52, пришедшего на смену прошлогоднему G51. От своего предшественника новинка отличается переходом на пиолет-экран и еще несколькими другими интересными фишками, при этом цена довольно приемлемая. Итак, поехали! Дизайн не претерпел серьезных изменений. Тыльная панель все также выполнена из глянцевого пластика, но на спинке появилась надпись Motorola. А логотип перестал быть сканером отпечатка пальца, так как последний переехал в кнопку питания на торце. Но и сам логотип сместился в центр. Корпус все также защищен от пыли и влаги по стандарту IP52, что даст устойчивость от брызг, но не более. И вот теперь передняя панель, дорогие друзья, которая получила защиту из стекла марки Panda Glass, и оно достаточно устойчиво к деформациям. А новшеством стал 6,6-дюймовый пиолет-экран с разрешением 2400 на 1080 точек, плотностью пикселей 402 на дюйм и частотой обновлений 90 Гц. Дисплей имеет соотношение сторон 29 и соотношение экрана к корпусу 87,070%. Понятно, что переход на пиолет-экран позволит телефону иметь улучшенную как цветопередачу, так и контрастность благодаря идеальному черному цвету. А вот набор основных камер не изменился. Все тот же основной модуль на 50 Мп от Samsung с диафрагмой f1.8 на размером пикселя 0,64 микрон и механизмом бинирования пикселей по схеме 4 в 1. Также есть 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный макродатчик. В настройках присутствует запись видео на переднюю тыльную камеры, интеллектуальная композиция, режим Pro с поддержкой RAW, живая фотография, панорама, портретный режим, ночной, цифровой зум и запись видео будет в Full HD разрешение при 30 кадров в секунду с цифровой стабилизацией. И если набор основных камер не изменился, то фронтальную увеличили с 13 до 16 мегапикселей с размером пикселя 1 микрон и диафрагмой f2.45. Но понятно, что возможность разбликировки смартфона своим лицом также присутствует. А вот что касается производительности, здесь есть улучшение в лице 6-нанометрового чипсета Snapdragon 680 на фоне предыдущего Snapdragon 480. И выражается это улучшение в виде 4-х ядер Cortex-A73 с частотой 2,4 ГГц и 4-х ядер Cortex-A53 с частотой 1,9 ГГц. Плюс графика Adreno 610 с тактовой частотой до 950 МГц. Такой чипсет набирает в тесте Antutu до 300 тысяч баллов. По поводу памяти, Moto G52 готов предложить помимо уже знакомых 4 ГБ, еще и 6 ГБ оперативной памяти стандарта L3DDR4X. Ну и накопитель увеличился до 128 ГБ вместо предыдущих 64 ГБ и есть слот для карт памяти microSD с хорошим объемом до 1 ТБ. Помимо всего вышеперечисленного, Moto G52 получил довольно неплохую емкость аккумулятора на уровне 5000 мАч с возможностью быстрой дозаправки мощностью 30 Вт благодаря технологии Turbo Power. Также в качестве предустановленной операционной системы в новинке используется Android 12. При этом есть свой лончер, но он не сильно отличается от обычного Android. Есть и свои особенности, например, время уведомления на экране блокировки с возможностью их быстрого предпросмотра касания. Есть режим рабочего стола, распознавание объектов и функции разделения экрана, который можно легко активировать, проведя пальцем по сканеру отпечатков пальцев. Есть игровой режим, в котором можно блокировать системные уведомления, перехватывать входящие вызовы и поддерживать захват экрана одним нажатием. Что еще можно отметить, дорогие друзья, так это порт USB Type-C с поддержкой UTG и Moto G52 получил стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Также еще упомяну и наличие разъема для наушников 3,5 мм. В сети представлены 2G, 3G, 4G, LTE, 5G. Беспроводный интерфейс – это Wi-Fi 802.11, работающий в двух диапазонах, и Bluetooth 5-й версии. Ну и также хорошая новость для тех, кто любит оплачивать покупки смартфоном – есть модуль NFC. Навигация представлена системами GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO и Beidou. Но и сам аппарат получил такие размеры – 160,98, на 74,46 и на 7,99 мм при весе 169 граммов. Также в комплект поставки войдут сам Moto G52, кабель, зарядное устройство, защитная пленка и техдокументация. Но теперь самое главное, дорогие друзья, новые Moto можно будет купить уже до конца апреля в двух конфигурациях памяти. 4,128 и 6,128 гигабайт. Цена стартует с 249 евро за младшую модель. Ну и как всегда в конце мы подведем итог. Что можно отметить, так это то, что аппарат предлагает за свои довольно неплохие технические характеристики, очень доступный ценник. Можно отметить неплохой процессор Snapdragon 680, тресанные камеры с главным датчиком на 50 мегапикселей, большой пиолет-экран с хорошим разрешением и повышенной частотой обновления, неплохую емкость аккумулятора, Android 12, стереодинамики и модуль NFC. Все доступные ссылки на продажу этого аппарата, если они уже есть, мы разместим внизу в описании под этим видео. Но я заканчиваю свой сегодняшний обзор. Благодарю всех, кто смотрит и слушает нас. Оставайтесь с нами и не пропустите следующую новинку на нашем канале. Те, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на наш канал, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы сразу же получать свежие видео с нашего канала. Также комментируйте и ставьте лайки. С вами была Юля и канал Новых Технологий. Всем пока-пока!